По всей Карелии сегодня отметили День знаний. Хорошая погода позволила провести торжественные линейки на улице, а затем состоялись традиционные открытые уроки. В этом году их посвятили истории отечественной науки. На линейку пригласили учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов, а также родителей и, конечно, учителей. Это ваш первый первый класс? Да, это мой первый класс. Я только в этом году закончила Петрозаводский педагогический колледж, поэтому я с детьми иду в первый раз, первый класс. За не меньше родителей, не меньше детей волнуюсь. Если переживаете дочери, помните свой первый класс. В кучу себя собрать не могу. Первый раз ребенок в первый класс идет. Немножко, да, есть такой мандраж легкий. Ребенок в первый класс идет, конечно, такое мероприятие. Раз в жизни, грубо говоря. Сам, когда идешь в первый класс, и когда ребенок идет, переживаешь. Второй раз то же самое. Однако оказалось, что дочка волнуется куда меньше своего отца. Как вообще ощущения? Волнуетесь? Нормально. Нормально? Не страшно? Не страшно. Вы первый раз в первый класс идете? Не страшно. Какие планы на школу? Хорошо планируете учиться или плохо? Хорошо. Какой предмет, вы думаете, будет ваш любимый? Математика. Почему? Просто люблю. Вы уже что-то умеете? Да. Что, например? Читать и писать. То есть в первом классе будете так, отдыхать? Да. Учащихся напутствовали министр образования Роман Голубев и депутат Государственной думы Валентина Пивненко. Для тех, кто сегодня только переступает школьный порог, я уверен, вы приходите в очень большую, интересную школьную жизнь, и школа станет вам вторым домом. В президентском кадетском училище праздничная линейка прошла в более строгом стиле, как и подобает военным. Сегодня не просто линейка, а юбилейная линейка. Пять лет нашему училищу. И, конечно, все очень горды, что сегодня мы здесь. Здесь у нас будущие офицеры, будущая гордость России. Хотя это немножко трудно представить, смотря на этих мальчишек, но у них у всех настрой боевой. Еще пока сбивчивый строевой шаг выдает в кадетах первокурсников. Сегодня для них начинается совершенно новая жизнь. В родительский дом они вернутся только к новогодним каникулам. Кого сегодня отправляете учиться? Первокурсника сына. Сына, как у него настроение? Ну да, стоит улыбается. Он готов. Мы тоже. Сегодня я отправляю племянника. Он сам решил в кадетский порог? Сам. Это его решение. Мы его поддержали. Узнали его в форме? Да, конечно. Не изменился? Ну, думаю, что форма стражит всех. Делает его маленьким мужчиной. В этом году училище дополнительно приняло 120 курсантов. Это стало возможным после завершения строительства еще одного жилого блока. Теперь в кадетском корпусе учится 840 человек. Учебное заведение современное – это будущее, наверное, для всего образования Российской Федерации. Это пример того, как должно быть. Прекрасно, что в свое время и мне, как депутату, удалось с помощью, конечно, государственной комиссии решить вопрос на федеральном уровне о том, чтобы здесь это федеральное классное учебное заведение, чтобы оно появилось. Гимназист, лицеист, школьник или кадет – День знаний, дата одинаково значимая для всех. Впереди уроки и домашние задания, забытые дневники, диктанты и двойки заповедения. А сегодня праздник, одновременно веселый и серьезный. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей. Илья Лопухин, Максим Зверев.